Добрый день! Игнатьич, вот он. Никиту, Никиту позвать надо. Перевозчик у меня. Никита, иди сюда. Здравствуйте. Здравствуйте. Я, извините, руки не могу вам дать. Подожди, чтобы засняли. Сейчас, минутку. Подождите, минутку. Так, слушаем вас. Мы к вам с проверкой, по лагерю. Поступило обращение, я вам сейчас... Орган опеки попечительства. Подожди, запиши все. Утонули из-за того. На Азовском утонули, сразу проверка от Путина. Четыре человек утонуло. Я говорю, сейчас комиссия будет. Не помню, да. В прошлый раз чельсовет задержал, говорит, не ездите. У них, говорит, все в порядке. Они не доехали до нас даже. А мы вот настойчивые. По конкретному случаю. Давайте, по конкретному случаю. У вас есть Тимофей Батыгов. Да. Вот он нам нужен. Нам нужно его опросить и опросить вас. В каких он условиях содержится? Потому что жалуются его маму. Невозможные условия. Вот. За ноги подвешены и так утром. Вот примерно мама так и пишет. Да. А звонит по-хорошему. Они развелись и есть запрещено встречаться что-то. Это где-то Сергиев Посад там из Москвы. Вот нам нужно либо как-то, чтобы вы при нас связались с отцом. То есть, кто к вам его направил? Отец. То есть, на основании чего? Отец. Как он с вами связался? Какой-то есть? Связался в прошлом году он здесь был. А вы договор заключаете или заявление пишет? А еще нет. Он... То есть, вы словесные... Они между собой... Я расскажу вам как. То, что они не ладят между собой. Она мне звонит. Ни под каким видом не принимайте. Я говорю, он поехал когда. А отказа не было. Он бывает непослушный. У нас самое большое наказание. Мы отказываем приезжать. Ну и тогда маленькая лазейка. Чтобы два священника по ходатай что ли ходят в церковь. Он там воскресной школой занимается. Здесь ему не было отказано. Но он никакой. Он как вареный. Он привык с двух сторон за него борется. Он это усвоил. А вы про Тимофея сейчас говорите? Тимофею рассказываю. Это у нас все заснется. Понимаете что? Он все время личный. Вот сегодня я пошел купаться. Ну купаться. Это и вода. Тепло. Он сидит. Все ребятишки болтыхаются в воде. Тимофей. Я как раз был, снимал это. Купайся. Он прошел туда где можно купаться. Опять замер. Все. Ну вы нас проводите пожалуйста к нему. Нам с ним очень нужно поговорить. Нельзя сейчас. Почему нельзя? Ну у нас задание. Вы или сюда его привезти можно. Я вам скажу почему нельзя. Причина очень простая. Дети очень любят пасти. И когда уходят они, мы их снабжаем дополнительной едой, пряниками. И они уходят с поля. А сейчас он где? Тимофей. Я рассказываю вам как есть. Если пасет девочка с девочкой, если пастух мальчик, значит с мальчиком. Но в данный момент случилось так, что сегодня отправил я их всех. То есть разрешил всем. Но их захлестал дождь. Они сушат сейчас. Они как лягушата мокрые пришли с поля. Так, а где сушатся? А сушатся так где? Да вот замазалась. Вам побыть? Вот там у них есть. Пойдемте. Пойдемте дальше проверим. Так, вы в брюках? В брюках у нас запрещено заходить. Ну, я в церковь к вам не захожу. А? Я в церковь к вам не захожу. Не, никуда. Тогда здесь где-то побыть вам придется. Или юбку сейчас принесут? Ну извините. У нас совместная проверка. Как органопейки я должна посмотреть. Должна у нас закон. Если у вас есть какой-то платок, если можно... Сейчас мы придумаем что-то. Найдите. Дело в том, что у нас принят УСАФ, который мы не нарушаем. И запускать я могу того, как начальник организатора лагеря, когда две общины дадут это все в краевом отделе юстиции, документы хранятся. То есть у вас зарегистрирована? Ваша организация, ваша община зарегистрирована? Зарегистрированы. Две общины зарегистрированы. В краевом отделе юстиции. А какое-то свидетельство или можно его посмотреть? Регистрация у вас хранится же она? Ну, посмотреть, это надо любой бланк посмотреть, номер вам взять и больше ничего не позвонить. Нет, а у вас же он хранится? Ну, обязательно у батюшки. У отца Аким это все. А две общины образовали лагерь. И потом юристы наши, у нас свои юристы в общине, очень высокого класса, в краевом суде работают, а в прокуратуре по особо важным преступлениям работают даже. Комитет, наверное. Да, то есть очень высокого класса юристы, и они все это составили, все это утвержденное сдали. Мы сейчас Тимофея там найдут, он маленько сухонько наденет. Вы с дороги покормить можете вас? Нет, спасибо. Нет, а то готовят. Спасибо. Сейчас. Комарю заедают вас. Что же с вами делать-то? Давайте я вас на кухню заведу, сейчас что-нибудь придут вам надеть. А то вот и комар заедет вас. Приехали. Приехали. Какая хорошая, видите? У нас как раз скоро будет. Красивая. Вы надеетесь что-то? Они не знают, что вы приехали, просто вы нагрянетесь сейчас так же. Нагрянетесь там уже. Вам поезд особенно хорошо видно, что без подготовки они там лежат мокрые, а мы залезли и купить все. Погодные условия такие. Он только сегодня звонил, отец, и я ему выговорил. А что? Я говорю, вы звоните каждый день. Я же сказал, один раз в неделю. С ребенком все хорошо, все снимается, все в интернете стоит. Что вам звонить? Мне больше заниматься нечем. А вы в интернет это все выкладываете? Каждый день? Каждый день. Каждый день около пяти роликов. У нас очень богатый сайт. Наш сайт пять тысяч сто роликов. А у вас с вас интернетом здесь есть? Да. Так, мы вам подарим. Вот это наш как визиточка. Так, подождите. А это вот все здесь. Ютуб и сайт. Пожалуйста. Где вы размещаете? Сайт очень большой. Там пятьдесят книг моим голосом насчитаны. Книги у меня сорок одна книга начищат. Тридцать восемь в варианте книжный. Видели в Литике Путинах. Мы прошли с миссии от Владивостока до Лиссабона, Турции, Скандинавии и Прибалтики. Везде я дарил книги. В Королевской библиотеке. Книги очень необычные. Все они здесь на сайте. А там есть форум. Пожалуйста. У меня есть книги. Да. Я уже у вас был. Все открыто у нас. У нас настолько открыто, что даже некоторые смущают. Как можно так жить, так прозрачно. Вообще ничего нет. Так. Еще одно. Сильно накрашено. Маленько, чтобы не сильно. Если у нас правила, я их нарушать не хочу. Маленечко, чуть-чуть. Уменьшено. Заходите, чтобы комар не ел. Видите? Посторонним на кухню нельзя. Но мы еще зайдем, чтобы от комаров избавиться. Спасибо большое. Так. Нет. Сначала, знаете, пройдем, где Тимофей находится. Проходим. Ай. Потихонечку здесь шагайте. Ну, у вас тут уютно. Это она или мать? Мать с ним-то? Она на примирение не идет с отцом? Манам вот жалуется. Пойдемте. Э! Так. Меня нужно Тимофея поискать. Где он? Ну, в Келе он. Где? А, вон он, вон он. Тимоша, ну-ка подойди сюда. А это Тимофей самый. Вот здесь вы поговорите. Ой. Ой, простите меня. Тимоша, рассказывай все как есть. Как ты приехал? Когда ты был здесь? Вопросы у вас есть или нет? Да, да, да. Батугин Тимофей есть? Да. А может, здесь что тебе удобнее будет? Я из прокуратуры Штинина, помощник прокурора. Вот. Ваша мама обратилась с жалобой о том, что ей не нравятся условия содержания. Она их не видела, не знает. А читать умеешь? Умеешь читать? Да, вот прочитает, сама напишет. Давайте снимите здесь. Сейчас, подожди. Мать Высокова, они в разводе. Видите, как сразу. Родители к детям во время пребывания детей в лагерь не пускают. То есть, бред. У нас родители не вылазят. Лагерь комплексный, родители могут здесь жить. Таких лагерей вообще нет. Ну, вот как раз нам по каждому ее долгу нужно будет записать. У детей телефоны... Да, это правильно. Мы даже не разрешаем. Звонить можно только через Латкино. Это совершенно правильно. А зачем? Один позвонил. Отец прилетел в среди ночи. А когда разобрался, ничего нет. Я уже выпроводил. Больше назад не принимаем. Он... Ах-ах. Дальше. Условия пребывания суровы и неприхотливы. Это ничего не говорит. Пойдем в 5 утра. Вот сейчас день пошел на убыль с завтрашнего дня. И мы через несколько дней уже будем в полшестого, потом в шесть идти. Так. Зарядка на траве. Что значит на траве? Зарядка вот в этом месте и происходит. Вот. Вот здесь вот зарядка идет. Это все заснято. Вы увидите там. Дальше. Дальше. Так. Звонить можно, но на разговор ребенку выделяется полторы минуты в день. С сегодняшнего дня сделал, сказал одна минута. Достаточно. Условия пребывания суровы и неприхотливы. Хорошее слово. Поднем в 5 утра. Точно. Зарядка на траве. Зарядка на траве. Ну, на траве, значит, не в грязи. Вот эта трава если считать, тут нормально. Молитва во дворе, дежурство по кухне. Дежурство не по кухне, а за столом. Каждый ребенок, колпачок ему надевается и он разносит пищу. Каждый поднимает руку первое, второе и третье. Он тоже сразу дежурит. Дежурит разносить пищу, а взрослые разливают. Дальше. Условия проживания спартанские. Деревянные мазанки. Спят дети на нарах. Абсолютно точно. Вы зайдете и посмотрите. В лагере 45-й год. Ни два, ни три дня. Работают дети независимо от возраста. Наравне со взрослыми. Если он пилит дрова, то он же не поднимает ничего. Пилят дрова, чинят дорогу. Дорогу развалило. Щебенка отлетела. Мы ее забрасывали на месте. Вот такие камушки. Ходят далеко за водой. Недалеко. Вот он рядом. У него свой колодец в деревне. Окучивают картошку. Картошка у нас на костре и в пище. В 45-й год не отдал рога от государства. Нынче сколько у меня детей. Это 80% абсолютно бесплатно. Пытаемся еще и на дорогу что-то собрать и одеть. Вот сейчас только пятерые ходили из одной семьи. Пятеро ребятишек. А у них ничего нет. С шестым больным ребенком мать лежит. Они здесь все. Дальше. Борются с сорняками. Это вообще похвальное все. Пасут коров? Не пасут. Какие здесь пасут? Им интересно это. Ты сколько раз нынче был? Это как? Сколько раз пасут в этом году? Сколько раз нынче пасут? Сколько раз я пасут? Да, в этом году. А, в этом году я два раза пасут. Два раза. Какой пасут? После обеда попросились и отпустил. Снабжаются водой, пряниками, дополнительно хлебом, чтобы прийти. Дальше. Все подчиняются лапке. Ну я начальник это. А если бы не подчинялись и лагеря не было. Она пишет это хорошо. Дальше. Личное мнение ребенка не учитывается. Ну а в чем оно личное мнение его? Какое мнение? Накормили, отбой. Смотрят фильм. Его мнение мы обсуждаем фильм. Огромная фанатека. Это видеотека с фильмов 500 наверное. Как только дождь они целыми днями смотрят. А фильмы какого плана? А? Фильмы какого плана? Какого? Различного. Исторические. Там бывает. Князь Серебряный. Религиозного содержания. Официальные книги. Про природу. Это очень много. Географическое общество. Там фильмов 50. И киты, и звери, и все остальное. Последний какой фильм смотрели? Последний? Ну я не помню название. Что? Не помнит название? Не помню. Сбежавший из ада? Нет. Нет? Нет. Вчера они еще фильм. Вчера. А какой? Джейнер? Нет. Глаз в буре. Поближе. Глаз в буре. Глаз в буре. Это про Маклона. Там про верующего человека, который проповедовал на островах-то. А-а-а. Ну-ну-ну. Это хорошее. Дальше. Мне лично мнение ребенка не учитывается. Ну а какое мнение? О чем? О мировых событиях они не знают. Каждый день им рассказывается, как жить. Приучается работать, ходить в послушании. Хорошо учиться. Учиться только на отличном. Дальше. Условия спартанские. Степи. Комары. Но пользоваться средствами от насекомых запрещено. Абсолютно правильно. Комары у нас есть. Малярийных нету. И все дети вот они на глазах. Пусть врачи осмотрят. Какие дети здесь. Мы их приучаем. Очень ко многому. К национальному культу Японии. Который называется кандзю. Никогда не стонать. Не показывать, что тебе больно. Ты мужчина. И поэтому за тобой, чтобы женщина как за горой могла стоять. А не такой, что на 5 дней развелся. Мы категорически против. Дети это знают. Степи. Комары. Еда постная и несытная. Ну это она уже не знает просто. Так. Что сегодня на завтрак было? Сегодня завтрак молочный суп. Молочная каша. Молочный суп с крутыми яйцами. Нарезанный внутри. Еще что? Дальше молочная каша. Молочная каша. На третье можно было выбрать молоко. Компот. Там три выбора. На выбор они выбирают. Еще что? Лишки давали отдельно? Да, давали. Давали смятку. Постная. Она не знает, что такое постная. Постная, когда ничего этого не разрешается. Рыба. У нас своя рыба. Постная и несытная. Ты насыто ешь? Да. Куда несытная? Это еще куда сытнее. Такая пища. Вот. Пухарка работает. Так. Ни молочного, ни мясного не готовят. Но это неправда. Молочного. У нас поста нет. У него там время поста не будет. Идят дети прямо в степи на досках. Вот прямо в степи на досках. Что такое? Вот столовая. Здесь комары. Мы сделали на возвышение отдельно. И они на природе сидят. Вот здесь рядом можно подойти и посмотреть. Сделано столовое. Вот мы выйдем на улицу. На той стороне. Там на улице. Там комаров ветер отдувает. Это вообще шикарно. Скажи пожалуйста на камеру. Вот мама у тебя спрашивает. Тимоша как тебя зовут? Тимоша. Тимоша. Как тебя зовут? Ну полное имя свое помню. Тимоша. Тимоша. Мы маме потом это видео покажем. Она переживает. Как ты в лагере? Вот написала жалобу. Что плохо с тобой обращают. Все нормально. Все мне хорошо обращаются. А скажи когда ты домой уедешь? Из лагеря. Какого числа? Я. 10 июля. А как ты уедешь? Да, папа приедет на поезде. А папа сюда приедет? Потеряешь? Да, сюда. В прошлом году он был здесь. То есть вы здесь, детей здесь забирают? Как? Детей забирают здесь, из лагеря раздаете. Но иногда в Барнауле которые, они говорят так, что мы там-то за дорогу заплатим. А во вторник у нас молочники, молочные продукты везут. Они их завозят. Они платят полный билет как. А вот которые дальние дети? Опять же приезжает группа или на своей машине. Вот сейчас мы ждем из Канады. Из Канады. Уже от 30 числа у нас ребенок будет. А Тимофей сюда поездом или самолетом? Не самолетом. Он сейчас делает какая-то служба такая, посылает. А здесь, как говорится, документы. Он один летит. Сейчас одергает. А его сюда... То есть вы его там встретили? Кто-то встречал из вас, да? Да. В аэропорту. Там уже паспортные данные. Ну вот такая служба, помогает где-то. И вот он приехал, вещи, то есть чемоданы свои. Встретили, привезли. Но нам все равно... Можно жалобу? Так еще дальше закончим. Нам все равно... Ага. Ну... Ходят обязательно босиком по любой дороге. Это неправда. Сыро запрещается. А когда жарко, нужно... Причем акульпурное вещение через подошву. Это уже всем известно. Главное, у нас дети не болеют. За сорок пятый год ни один ребенок. Они приезжают полудохло, а уезжают там налитые. Тут играют целыми днями. Посмотрите, сколько у нас разных сооружений. Дальше. Постные и не сытные. Сытные. Даже во время поста сытные. Там разные котлеты готовят. Рыбные. Халва. Пряники. Еще только нет. Это все покупаем. Она не знает. Я не усматриваю в этом зло. Она пишет хорошо. Прямо в степи на досках. На досках. Мы сейчас посмотрим, там стол. Сидим, палатки расстелим. Травы настелили. Представьте, степи. Вообще это чудо. Комаров там нет. Ходят обязательно босиком по любой дороге. А любой дороги у нас нет. Она дорога здесь. Комары и степная мошка пьют кровь у детей. Но Лапкин сурово отвечает. Это полезно. Понимаете, слово пьют кровь. Никогда мы даже не думаем. Мошка летит, она пьет кровь. Но кому не понятно, что она не сеном питается. Так насобирать можно что угодно. Мир и развлечений. Игр и развлечений нет. Ну, это вообще даже никуда не годится совсем. Вот настольный теннис. Футбол. Волейбол. Тут сколько играет. Городки. Хадули. Качели. Разные виды. Сколько здесь две. Шесть тарзанок. Это на веревках, когда они летают, возвращаются. Это все мы можем показать. Вы сфотографируете. Совершенно неправильно. Развлечений очень много. Только труд и распорядок дня не включают никаких интеллектуальных занятий. Ежедневные занятия. Но они интеллектуальных никаких. Столько им рассказывается. И про природу. И про божественное. Каждое утро чтение Евангелия с разъяснением. С применением к этой жизни. Как? Они знают. Вот молимся мы. Правитель куда-то поехал. Господи. Чтобы не было покушения на него. Они это знают. Вот у нас сейчас. Посмотрите. Прямо на стене. Они знают. Кто президент. Каждый отвечает. Кто изобретатель телефона. Да вы не все скажете. Мартин Купер. А кто интернет изобрел? Да в милиции. В милиции. В Барнауле. Я сколько лет вел в пяти отделах. В городском и краевом УВД. Я много лет вел. Кроме мне там никого не было. И 750 офицеров ни один не мог ответить. Кто интернет изобрел? У нас написано Тим Бернас Ли. Кто губернатор? Карлен Александр Богданович. Кто премьер-министр? Медведев Дмитрий Анатольевич. И они все должны это знать. Азбуку с глухонимыми говорить. Дальше. Пьют кровь. Но она вам просто понаставила тут. Видимо не знает. Это полезно. Полезно. Их разрешение это не право. Только труд и распорядок нет. Иногда купаются. Что значит иногда? По 5-6 раз в день. Это не иногда. Но правила особые. Что без старших 16 лет умеющих хорошо плавать. Купаться уже не будут. Там поплавками огорожено где. Как они заходят. Ну этот пруду то 180 лет. 200 лет почти. Поэтому там много ил. И сделаны пирс. И дальше по лестнице спускаются. Дальше. Ни проверки, ни комиссии в лагере не проводятся. Но это уже не к вам. Это не в одном лагере проверок нет. В 1989 год 15 краевых комиссий. За два месяца. 15 краевых. Вальков тогда был. УВД приехал сюда. Ну этот вообще. Друг и брат был. Прокуратура. У меня близкие отношения были с Параскуном. Был такой прокурор краев. Это все дело прикрывали. А потом я приехал подал в суд и все процессы выиграл. Они сорвались с цепи. Американскую секту какую-то в НСР подключили. ГТРК. С работы повыгоняли. Там еще только не было. КПРФ поднялась. Их вообще не касается. Тут высказать нельзя. Но это все. Фильмы снятые она. Занял один фильм. Первое место на международном киноконкурсе. Второе место в России. Документальный фильм о православии. И назвали «Искорка возрождающей России». Как воспитывалась Спарта? Какие были люди? Какие победы? Они должны это знать. Дальше. Никогда здесь не проводится. Последняя комиссия была в 2014 году. Чего считать когда? Даже ФСБ приезжали. Если ролики выставляют на обозрение, то тема в основном одна. Как плохо воспитывают родители. И какой лапкин гений. Что придумал свою муштру и способы воспитания. Ну, день-два еще может быть противопетно. 45-й год. 45-й. И приезжает из года в год. Где этот? Этот... Нестор? Нестор, позови сюда. Нестор, позови сюда. Нестор, позови сюда. Нестор, позови сюда. Ты какой год приезжаешь? Я уже шестой год. Шестой год. Ну, отнесите его на место. Отнесите. Пятеро из одной семьи. Этих череперов. Все бесплатно. И больше они никуда не поел. Еще дальше. Сейчас. Еще дальше. О гигиене ничего не известно. Каждую неделю баня. У нас своя баня. Три, кажется, стиральные машины. Они не опоздали. Это было 24 года назад, когда у нас ничего не было. Пока потерявку не начали строить. Но сейчас как часто дети молятся и где непонятно. Ничего не понятно. Вот здесь в храме. В субботу вечером, воскресенье, утром литургия. Православные люди. У нас батюшка. Официально зарегистрированы. Дальше. Из роликов понятно, что сам И. Лапкин не является духовным лицом. Хотя постоянно говорит о Боге и наказании. О чем больше говорить? Больше. Если ребенок провинился, его стягают крапивой. Сколько раз тебя стягали крапивой? Меня еще ни разу не стягали. Ну, то есть все, без ответа. Понимаете? Она не видела. Она слышала звон? Да не знает, где он. Это в уставе написано. Еще. Духовным лицом. То есть я не священник. Стягают крапивы. Если я нарушил правила лагеря, три круга вокруг построю. Не просто нарушил правила, забывает одежду. И родители не знают, что делать. Он меня знает. Три раза обязан обижать и кричать. Я забываю одежду застану. Все, как бабка отшептала. Дальше. Победение детей обсуждается при всех. Да. У нас нет тайны. Нет неприличных бесед с ребенком. Ни поблажек. Это уж она не знает, что говорит. Как раз лично с каждым отдельно проводится. Почему ты такой? Вот он апатичный, как будто бы жить не думает. Все. Скукота одна. Неактивный. Как проходит день у ребят, непонятно. Ну, вон у нас распорядок. Вот прям рядом под этой распорядок посмотреть можно. Похоже, что Лапкина там нет. Они предоставлены сами себе. Ну, это вообще. Вы приехали, я здесь. А меня нету здесь. Пояси считать меня нету. Нету. 45-й год и меня здесь нигде нету. А медсестрах и речь их не идет. И врачах не идет. Нету, действительно. Вот такой лагерь для детей. Приезжают дети, в основном местные. И только отец моего ребенка второй год. Ну, она не знает. Начиная с Украины, с Одессы и отовсюду. Откуда только не было. Ну, куда у вас можно пройти, чтобы мы написали ей объяснение. Так, еще поговорите, что нужно спрашиваете. С мальчиком нам наедине можно поговорить? Нет, нельзя. Это у нас запрещено в Гусаву. Ну, давайте тогда куда-то присядем. С нами с мальчиком. Пойдемте здесь. Зайдем потихоньку. Вот, посмотрите. Расписание наше. Фотографируется. Даша, вот так, в лагере. Порядок поведения. Вы заснимите, дома посмотрите. Маленько выгорело. Мы уже знаем, что приедет. Потому что, если Путин дал указание, проверим, то есть, проверяется будет. Лагерь Стан. Да. Это став палубка. Вот это обязательно возьмите. Так, это устав лагеря Стана. Это устав христианского православного детского трудового лагеря Стана. У меня и танкирского. По порядку. Все. Сейчас мы покажем еще немножко. Придется снег вам. Вот сюда зайдите. Вот это на кухне. Труксер, работающий на кухне в столовой. Столовые дети на кухне у вас. Потихоньку. Труксеры для работы. Столовые. Да. Тут на все уставы. Сама кухня. Идем. Плохому лагерю. Внимание, сколько не уделяли. Теперь посмотрите. Вот сюда если пройдете, надо будет пройти. Это отдел, который в отделе юстиции. Так. Это у вас здесь столовая, да? Для детей. Вот это столовая. Вот пройти там заснять может быть. И так пройдем до туда. Посмотрите сколько документов. Это все в краевом отделе юстиции. Там юридически. Там наверное у вас тут расселительство. Посмотрите, зайдите. Посмотрите у нас как. Вот ласточки над столом. Сейчас зайдите сюда. Вот она. Ластащата. А это чтоб кошка не залезла. Она кошка воды боится. Чтоб не прыгнула к ластащатам. Вот они сидят. Все пояснения может почему так называется. Вот устав. Устав который в отделе юстиции. В 1996 году. Там протокол. Там вон протокол какой-то. Посмотрите в общем. А вот оно свидетельство. Вот свидетельство. Пожалуйста. Тут я уже не знаю какого числа. Вот оно число. От епископа. Это документы. Так. Вам надо перейти как-то сюда. На эту сторону. А то такого у вас не будет. Вот сюда попытайтесь еще подойти. Сейчас. Минутку. Так. Подойди-ка сюда. Степа. Подбери карандаши. Я сколько раз говорю. Ну-ка. Побыли. Все на полу. Вот какие свидетельства. Вот они висят в ряд. Три. Это регистрация. Краевой отдел там и все. Все заснять надо. Тут надо понять какие лагеря какие. Знаете если не трудно заснимите вот этот устав деревенский. Потому что мы к ним относимся. Вот этот устав. Который в королевомной деинвестиции. А там церковная дисциплина. Тут документов кучи. У нас прекрасное отношение со всеми судами и юстицией. Вот сейчас звонил. Вы знаете Песоцкий. Главный банкер. Ждет банка. Приглашаю в гости у нас отдохнуть. Так зайдемте сюда. Чтобы не без комаров. Так не хитая. Потихоньку сдвинь. Подожди. Вот посмотрите наш ютуб. Вот как раз это наш видеоканал. Сейчас смотрят. Много ролики. Здесь Тимофея увидите в каждом ролике. Последний ролик. На час она закрыт. 12-12. День назад. Звук какой-то тысяча. Так. Ну и все. Спрашивайте сидите здесь. Сфотографировать здесь можно? Вот туда можем. Можно сфотографировать? Да. Все фотографируйте. Все открыто. Потом пойдем к келью где они там сушились. Угу. Ты уже маленько переоделся? Угу. Ну все. Они как лягушата пришли с поля только что. Садитесь. Дождь захватил. Ну. Большая честь ему. Садитесь. Мужчина будет сидять, а женщина стоять. Не годится это. Посмотрите. Вот холодильники. Морозильная камера. Подойдите. Повар работает. Готовит. Там эти. Леточку. Открой. Морозильник хотите открыть? Да. Морозильная камера. Видите все. Рыба. Видите. Рыба. Так. Вот продукт это она жалуется что-нибудь. Творог. Это творог. Еще мы его на прогул. Это ясное дело что едят дети. Ну. Это питание известная какая. Здесь у нас это я сам причинил. Видите. Греется и вода горячая. А это мыться чтобы да? А? Мыться чтобы или готовить? Это техническая вода. У нас насос качает сюда. Вот у нас сейчас бах там. А потом чистой водой ополаскивается. Полтора куба метра. В колодезня. Вот она печь. Пилят дрова. Как не пилит то? Кто нам дастся? Вот они напиленные дрова. Мы их не продаем. Еще нашим резать отдельно. Вот посмотрите. Отдельная доска. Хлеб. Вот. Сырые овощи. Сырая рыба. То есть. Пожалуйста. Здесь что? Сахар. Здесь что? Соль. Вот она. Видите. Что надо? Ну а это холодильник. Пожалуйста. Посмотрите что тут есть. Тут маленькая рыба. Укроп. Разные. Яйца. Масло сливочное. Масло сливочное. Что еще надо? А сладкое им что даете? А? Сладкое что им даете? Сладкое? Сахар. Сахар. Варенье. Вот. Осень. Это ближе туда кащают мед. Сюда мед сотовый. Это все вы там увидите. Вот так. Сфотографируйте все что вам пожелается. Ну можно я у вас тогда присяду. Напишу. Напишем с Тимофеем объяснение. Вы распишите что ваше. Ну Тимофеем разговаривайте. Спрашивайте у вас здесь. Отдельно у нас не разрешено полставу. Ну ладно. Не разрешено такое. Не разрешено. Спрашивайте. Садись сюда. Вот ведра которыми ходят за водой они. С своего колодца. А кто нам будет давать? Садитесь. Я то думал проверка от Путина. Потому что 14 детей утонуло. Слышали же. Ну естественно. Ну и указания дали. Ну да. Пришло все да. Все разоснули по всем районам. В прошлом или позапрошлом. Когда в Азовском шестеро тонули. Они доехали. Которые все вот это записывают. До сельсовета. А им сказали ехать. Говорят не надо их беспокоить. У них обедками не кормят. У нас все верующие. Что мы едим то едят дети. Смотрите. У нас нет вчерашнего. Чтобы оставалось где-то. Вот эти липучки. А как что мы делаем здесь. Генеральное наступление. Муху убиваем. Человек в шесть заходит. Переколотили хлопушками. Открыто же еще спрашивают. Оно настроено недружественно с мужем. А мы то ни при чем. Да понятно. Она сильно наставила чтобы я не принимал его. Я не зову. Но ребенку не отказываю. У меня нет основания отказывать. Если он не нарушитель. Еще ради я послушал бы неведомо какую женщину. Один ребенок в семье. Как у тебя? Михаил. Михаил. Нет. Стоп. Да. Михаил. Михаилович. Ты не волнуйся. Тут тебя никто не ругается. Просто у тебя вопрос. Нет. Ты как говорите Муша ничего не забудете. Если забыл скажи я забыл. Угу. Чтобы все. Уже документ составляется. Ну как не ожидали что-то она на это пойдет. Это ее не приближает к мужу. Понятно. А дату рождения что скажи? Когда родился? 2007 год сошел в февраля. Вам бы это все заснять. Вот нам и заснимем. Выставим ролик и ей послать. Она его увидит. Ну она и сама может зайти посмотреть. Да она так увидит. Да она смотрит ролики. Ну у нас ничего не скрывается. Вот сегодня где мы работали. А где родился? Костер подготавливаю в пятницу. Костер картошка там за полночь. Завтра спят больше там до семи. То есть все учитывается. Ну я в городе родился. В Москве? Сергей Косак? Да. Я сейчас не помню. А свидетельство ты же давал да? Так если не секрет сколько она вопросов там сказала? Пунктов? Да. Куча у нее пунктов. Примерно чтобы мне ответить. Он звонит? Что? Десять? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну как по пятнадцати. Сегодня я ему сказал. Он Михаила мой звать. Я говорю звонить. Договорились один раз в неделю. У меня нет времени. Только позвонит. Мать. Только позвонили. Бабушка у меня сейчас заниматься больше нечем. А по телефону больше двух нельзя разговаривать минут. И не чаще чем пять раз за сутки. А свидетельство рождения. Извините что перебило вас. А? Еще, еще. С свидетельство рождения можно посмотреть? Что можно? С свидетельство рождения. Они же ваши документы. У тебя свидетельство рождения где? Сейчас она у меня. У меня. Они же привозят документы с собой. Вот нам как раз ее фотографируют. Сейчас. Давай сюда я. Журнал. Целиком. Она не знает. Ты сказал это она не по злому умыслу. Просто не знает. Так. Никита посмотри. На первой странице. Посмотри где. У нас дети больших начальников привозят. Они знают что ребенок. У нас запрещено обзывать. Драться. Я его обязательно накажу за это. И родители расписываются что они согласны с этим. А управы на него нет. Вот он. Приехали пятеро из одной семьи. И он свою сестерку ударил. Я еще должен смотреть на него. Как ты мог ее ударить? Допросил ей. Сколько им маленьким? По пять. Пять лет им. По пять лет. Двойняшки. И он ее ударил. Еще и должен делать. Родители знают куда отправляют. Они расписываются согласно с наказанием. Приезжают и следуют. Никакого наказания нет. Чисто символическое. Ну вы уберите из устава. Я говорю тогда вообще ничего не будет. Лагерь закрыт. Если можно как-то ей успокоить что вы увидели. Если она серьезно это все. Это не повлияет ей ребенку. Но как же не серьезно если краевая прокуратура запросто прислала. Все равно ей ребенка без решения суда не отдадут. Вот в чем дело то. Ваше хоть правильно все напишите но решает суд. А суд то решил вон как. Она вышла замуж и там. А живешь где сам проживаешь. Ну в смысле здесь то сейчас понятно. А живешь где. Вы заснимите себе вас. Закуменки будут. Да мы сфотографируем. Я живу сейчас в городе Ступино. А улицу номер дома не помнишь? Не скажешь там? Нет. Ну давай. Ступино Московская область. Он в прошлом году с картинками с фотографиями. Как пребывание в лагере в школе показал. Там вот шиком прошло. Ну абсолютно не активный. Самый пассивный мальчик. А у вас скажите документы по нему только свидетельство о рождении или что то еще может есть какие то документы? У тебя документов больше никаких не было? Нет больше ничего только телефон. Ладно. Вот это удивительно. Я не бываю и все под контролем. Вот это самый настоящий начальник. Он в центре внимания. Хотя его и нет. Это шестое качество лидера. Я в любую минуту могу сказать чем они занимаются в лагере. Четкая программа. Легли спать ни слова. Он будет наказан. Выйдут на часах стоять с прутиком будет. Разбито там по полчаса. А почему? В Англии два раза нарушил общежитие правила разговаривал. Лишаешься права на общежитие. Я ему объясняю откуда это. Я сам то ничего не выдумываю. Я не изобретатель. А скажите с какого периода он у вас находится? С какого дня? Вот в этом году. Тимофей. Так вы еще там не говорите? Да да да. С какого периода он у вас находится? Он находится. В день 10 июня. 10 июня. 10 июня у нас. У меня день рождения. И в этот день открыли лагерь. Ровно месяц они находятся получается? Ну я не знаю. Обычно у нас разрешается и продолжать. Но раньше мы до 28 августа были. Но учителя наши здесь участвуют. И поэтому сейчас 2 августа у нас завершающий день лагеря. Нет. Сегодня 23 же. 13 дней он находится. В лагере. Всего у нас права. Сколько? Всего. Всего. То есть скажем назовем смену сколько для него. Он на сколько приехал-то? А? На сколько приехал Тимофей? Я даже не знаю. Он на 1 месяц. Он не говорил. Отец решает. Я вообще полная свобода. В любой день может забрать. Но матери она не давала. Я не могу. Она поднимать должна. А как у Вас называется? Лагерь Стан? Лагерь Стан. Стан большими буквами. Ну так. Лагерь Дефис Стан. С большой буквы. Как Дефис Стан? Нет. Дефис. Лагерь Стан. Дефис. Дефис это маленькая черточка. Тире это большая с пробелами. А это вплотную. Стан. Лагерь Стан. В честь святого. А он по какому-то адресу у Вас находится? Или просто... По вселу Потеряевка. Просто по вселу Потеряевка. Без ног. Без улицы. По вселу Потеряевка. Мы фактически это образовано от них. Но мы видим абсолютно автономный образ. Ни с чем не связано. Электричество у нас свое. Свои столбы. Колодец свой. Баня своя. То есть мы никак. Ну мы подчиняемся. Служба у нас вечером в субботу. Литургия. Священник. Приезжает епископ. Митрополит. Алтайский. Но это не в это время. Он приехал на отдельную деревню. Сейчас же разбили Алтайский край. На четыре епархии. По вашим званиям. И у него звание генерал-полковник. Это очень большое звание. Это очень большое звание. Вот. А все решают по периодам. Затем. Сколько раз. Так. Ну вот у нас один из дома. Значит. Какие-то физическое они там тебя применяются. Крапивы. Или какие-то там алкогольники. Какие-то там. Валкогольники. Нет, у меня нет никаких повреждений. Я за эти два года еще не получил ни одного горячего. А что тебя спрашивает? Ну, спрашиваю. Он говорит, что за два года он еще не получил ни одного горячего. То есть наказания не было. Крапива именно. Наказание за что? За обзывание и за ударил. Вот приехал ребенок и заматерился. Родители говорят, что ничего не можем сделать. Он уехал совершенно чистый, ничего больше нет. Другой гвоздает, сестренок. Приезжает родитель, он обнимается. А как это вы могли? Она услышала, что директор Кэстонского института из Лондона прилетела сюда. Останкина привезли ее. Как можно в течение месяца ребенок наркоман отпеты? И совершенно вылечивается. Как? Одна девочка приехала, бледная. Что-то у нее связано с подозрением, рак позвоночника. Это вообще приговор. Я принимаю только без таблеток. И только здоровых. Но ее привезли. Назад не повезли. Она поехала уже в футбол играла. Игнатий Тихонович, а сколько вам лет? Мне 77. 10 июня вот было. Сейчас 78-й. А воспитателей сколько у вас? Воспитатели? Лагерь 45-й год. Нет, нет. Сколько человек в лагере? Ну за ребятишками сколько сможет? Ну сколько. В зависимости от ребятишек. Вот старший воспитатель, учитель в Потеряевской школе. Савченко Виктор Николаевич. Вот его заместитель, перед вами Пащенко Владимир Александрович. То есть мы показываем тех, которые сегодня на это количество людей, мы больше не вызываем. Вот нужны повара, это местные, деревенские, сразу они в очередь становятся, кто за кем. У нас это просто все делается. Сказал перед Богом, она делает это не для только людей, она делает для Бога. И поэтому безобманно. А как вы сказали, Савченко имя, отчество? Савченко Виктор Николаевич. Еще, Володя, слышишь, там ответь, а то я мешаюсь только. Это с Украины человек рабочий. Он здесь оформлялся, гражданство принимал. У тебя счет с гражданства-то все? Пока временное разрешение на временное проживание. Из Борисполя. Это возле Киева. Это длинная музыка. А второй воспитатель? Пащенко. Виктор Александрович. Нет, Владимир Александрович. Владимир Александрович. Угу. Только пришел и уже, знаете, на канате качался и руку ничего не сделал. Ну, красную уже что-то сделал. Да я то-то, то-то. Это ребенок. Не будешь его на руках носить. У нас огромные качели, там вообще метров, наверное, восемь высоты. У вас был, если я не ошибаюсь, Куфаев Мамонтова, секретарь. Не был. Первый секретарь рекома партии. Он сюда привозил всех учителей, все смотрел. Говорит, все, дай, дай, дай. Почему, говорит, здесь ничего не просят? Своими руками все выстроили. И как интересно живут. Он всех учителей, сельсоветских работников сюда привозил автобусом, посмотреть, познакомиться. Ну, мы с ним поддерживаем. Крайовая администрация сейчас по сельскому хозяйству. Да как же он поддерживает, он же сидит. А? Он же посажен в тюрьму. Кто? Куфаев вместе с сыном. Вы что-то... Да. Как, за что посажен? За растрату государственных средств, захищение особо крупных размеров. Он приезжал сюда. Нет, нет. Мы ему благодарность выразили. А когда эта беда была? Может, ошибка какая-то? Нет, нет, нет. Никакой ошибки нет. Сыну не буду сроки называть. Знаете, я не оспариваюсь судебных решений, но скажу. Родители не пускают у вас в лагерь? Коммунист редко бывает такой душевный человек. Да. А на какой срок, то есть, или в любом случае, в любом случае... Пока ребенок здесь находится. Он говорит, я выполнил. Мы все сами можем сделать, только не мешайте нам. И он приехал, поулыбался, походил везде. Шойхет, слышал, вы знаете, заместитель, доктор медицинских наук. Здесь он был. С этим вообще он операций не делал. Вот начальник. Игнатьич Анатольевич, про телефоны спрашивай. Телефоны изымают у вас? У них не было даже. Нет, ну вот мальчик говорит... У тебя были телефоны? Да, да, у него был телефон. Ну, здесь, значит, отдали. Родители предупреждаются, чтобы ни денег, ни телефонов не было. То есть, вы забрали у него телефон? А? Вы забрали у него телефон? Я его не видел даже. Я ничего не видел. Он, это у меня здесь находится. Положил он, наверное, лежит и все. Почему? Потому что что-то теряет, то еще что-то. У нас правило определенное. Я и не видел, и не знаю, что у него было. Вот Владимир Александрович, он и переписывает на каждого ребенка до нижнего белья все, что есть. Родители знают, предупредили, телефоны не давать. А вот телефон, получается, вы забрали, да, у ребенка? Да, да. Ну, это у нас, я понимаю, правилами. Правилами, это устав наш такой. Уезжает, он все забирает, и все целое. И родители знают, что это правила такие. Если он скажет, что не согласен, то до свидания. У нас свои правила. Проверено это не два дня, а 45-й год. Вам возраста еще, может быть, не тот. Вот деревья, там стройки, все абсолютно мы сами делали. А сколько у вас можно звонить в день, получается? Ребенок сам может телефон взять и позвонить? Не может. Родители звонят в два часа дня, когда мы на обеде. Бывает, мы работали два дня, вот в лесу работали, он звонит. Договорились. Сегодня я предупредил, звоните один раз в неделю. Чтобы не ладно, мы сообщим. А что ты у меня? А как ему, как? Вы его знаете, какой он. Один приехал, ребенок заблокированный. Разговаривать не может. Что на его глазах отец убил мать, зарезал. И он лишился дара речи. Но у нас он разблокировался. И дальше ребенок живет нормально. Почему? Приезжает профессор психологии, живет. Мы на виду. Живет здесь. И, наконец, выводит не такой результат, а пишет. Главный движитель лагеря ТРС, Большой Бывкой, Любовь. Вот и все. Это все в книгах отображено. Тут и писатели, и художники, и кого только нет. Тут приезжал Змеевский с краевой прокуратуры. Тогда, когда у нас гонение было. Гонение было. Я приехал, подал в суд и все процессы выиграл. Оплатили и дали опровержение. Ничего не было. Выдумка. Сто процентов. МК на Алтае подключилась. Поганейшая газета. И кто писал статьи, нашли убитыми его в подвале где-то. Такой разгром был сделал. Краевая прокуратура в ужас пришла. Говорит, что делается, говорит. Я говорю, а что мы их трогаем, что ли? Мы молились, чтобы Бог нас защитил. Это Божья рука постигла их. Вышвырнутый. Который подал заявление. Тоже инсульт ему. Как будто никогда не было. Милиционер подполковник. Жил в декабре. Скажите еще, подробнее узнать. А как мальчик приехал? Вы говорите, кто его привез сюда? Самолетом. Сейчас такая... Самолетом? Кто встречал, кто? Ну вот отправил на самолет. Кто? Отец. Отец там пишет, во сколько время. Кто будет встречать. Ну, он еще выйдет с плакатом, допустим. Кто ведет, там стеардесса где-то. Она подвернула. Это в Барнауле уже. В Барнауле. В аэропорту. А из Барнаула кто? А из Барнаула отец приезжает. Нет, нет. С Барнаула сюда в лагерь. Вот с 10 июля. Ну, с нами. У нас автобусы свои мы сами привезли. В автобусе. В Газель. Он ехал вместе со всеми. Мы сейчас ждем две группы. Приезжает с учителем. Это из Катербурга. У нас раньше большие группы были. Одна группа приехала, 72 человека. Это не игрушка. Это сколько? Ну, с воспитателями еду со своими. То есть купил билет на самолет. Теперь ты один самолет прилетел? Да. Или с кем-то? Один. Один летел? А не боялся лететь один самолет? Нет. А раньше летал уже? Нет. Первый раз? Да. Я по Америке много ездил. По Скаутским лагерям. Я им сказал. Ваших воспитателей даже не запустил бы сюда. на территорию. Настолько мне не понравилось это. Священник, пост нарушают. Честь отдает американскому флагу. У нас флаг увешивается. Флаг Российской Федерации. Каждый. Но мы не поклоняемся ему. Мы просто любим его. Потому что лучший флаг в мире. Я всем докажу. За всю историю мировую это лучший флаг. Вне религиозный, вне конфессиональный, вне национальный. У нас Юля врач. Она закончила медицинский университет с красным дипломом. Врач и мать врач. Два диплома, оба с красным дипломом. Левой рукой пишет. Да. У нас общение. Закончилось одними отличиями. У нас юрист. Он тоже закончил с отличием. Юридический спецназ. Поэтому мы не обращаемся на стороны. Стоили в рамках закона. Под ногами у вас... Вы знаете, что это? Вы на чем стоите? Палуба корабля. Да? Да. Вот где вы находитесь. Я сам моряк. Учился в высшем морепрограмм училище. Служил в морковой. Вы видите как. Так, ну скажите, вот 10 июля-то как ребенок? У тебя куплен билет какой-то с тобой есть? Допустим, из Барнаула, от Москвы. Нет. Или что? Или как у вас договорились? Нет. 10 июля я встречусь с папой. Он за мной приедет на поезде. Прям в Потерявку приедет. Да, на поезде. Прошел бы здесь прилетает. Конечно, это деньги, представьте, из Канады. Из Москвы потерявку что-то? В общем, зачем сюда? Ну да, он доедет до вокзала и на поезде ко мне приедет сюда 10-го. До Барнаула долетит? Нет, он на поезде поедет. А, из Москвы на поезде поедет. До Корчино, а тут встречали его. А, точно. На станции Корчино. От вокзала. Тут не останавливается Московский, останавливается Кулундинский. Тут интересно у нас такая система. Вот настолько все выверено. В КГБ говорит, вам, говорит, только у нас работать. Такой порядок. Во всем, абсолютно. Каждый человек, который появляется, мы его настолько раз проверяем. Бывает иногда никак. Тогда сразу сообщаем милицию и приезжает Порчино. В прошлом году было. Тут нет милиционера. Поймали вора бензина-то. 300 литра потащили. И поймали. Из Мамонтова сразу вызвали. Мы уже, видите, какие люди. То есть, получается, что он, как, вор из ваших был, что ли? Да нет, с Кадникова. Приходил, приезжал. Да, с Кадникова. Порчинские проедут. У нас, которые стоят на заправку газовые баллоны. Решетки алюминиевые, все сметут. Все. С канистры, с бензиновой батюшки все украли. Но у нас этого нет. У нас даже не именуется это. Расскажи, как с питанием тебе? Питание нравится или там хочешь больше кушать? Нет, все нормально. Питание устраивает тебя? Да, устраивает. Спишь на чем? Расскажи мне. Вот видите, в чем вопрос задается. Добавка. Кому надо? Было один раз такое дело. Интересный случай. Идет парень, а плов такой, кажется, батюшка, да, баранина, там мясо, там все. Ну, замечательно. И он идет мимо и смотрит. А наша сестра, она увидела его и говорит, тебе еще не хватило? Еще бы, может, поел. А он вышел совсем из-за того. Ну, я не против. Она ему наложила пчашку. Он ест. А другой проходит обжора. Он отъел, поел, обтерся, вышел. И как взбинданул ему по зубам. Скажи. За обжорутся. Я их обоих наказал. Я сплю на матрасах. Матрасы лежат на прочной деревянной доске. Я на верхнем этаже сплю. Мне удобно спать. Матрас не мокрый? Нет, все нормально. Мы клеенки стелим. Спина не болит? Нет, все нормально. Матрас очень мягкий. Изнеженные поколения. Они даже не понимают, какой образ воспитания. У нас тут в армии дедовщины ни одного не было. У меня племянник пошел в президентском полку. Второй дивизии Дзержинского. То есть, эти люди на виду. Они без нарушения работают. Они верные. Их проверяют. Мы много работаем духовно. Она говорит, не занимаются. Сколько мы занимаемся ежедневно. Притом занимаемся. Трапивы не били тебя? Нет, стигали. Нет. Вы еще спросите его, готовили или нет к этим ответам. Даже мы не подозревали, что она дойдет до этого. Жаловаться, так открыто будет. Ну и так. Да и ребенок, он и забыл бы все это. Он говорит открыто, как есть. Степа, ты еще хотел на маму посмотреть? А еще? Подъем за сколько? Подъем? Ну, мы обычно вставали в пять. Сейчас уже будем вставать в пол. Так, а вот какие-то работы ты выполняешь в лагере? Да, мы работаем четыре часа в день. А что делаешь? В чем работа заключается? Ну, мы работаем до утру помимо. Ну, а что делаешь? Работаешь, что? Ну, у нас разная работа. Мы на огород ходим. Утром еще до завтрака воду носим. Кто-то наступит на зону. Дрова пили. Угу. Уже незаметно, еще наступит кто-нибудь. Нет. А кто принес его? Я. А зачем же? Еще. Вы макируйте с мылом, отнесите его на место. Вон туда дырочки подложи. Он там кашу ест, молоко ему дают. А развлечения какие-либо есть? У вас есть какие-либо? Да, есть развлечения у нас. Вы знаете, лагерь называется детский трудовой. Мы больных не принимаем. А бывает иногда привозят. Далеко везли. Первый, таблетки уничтожьте. Тогда мы приняли. Ни одной таблетки. У нас все травы. Я вот делаю иногда им коктейль этот. Лися дудовной крапивы. Одуванчик, немножко репья. Там где-то чеснок и лук. Теперь все перетолочь. И вот это вот. Это высшего класса витамина. Вот и везде везет. Я уже раза два или три давал им это. Развлечений тоже много. У нас тарзанки, качели. Можно на ходу их ходить. Еще там у нас такая конструкция есть. Бум называется. Это что такое? Ну, там надо ходить по бревнам. Балансир. Балансир. Равновесие тренировать. Да, да, равновесие. Еще мы можем качаться на качелях. Потом можно прыгать на таких специальных... Ну, в общем, на таких кроватках. Там пружины. А купались в изоле-то или нет? Да, купались. Далеко добродать? Нет, недалеко. Каждое воскресенье катание на лодках. А как в последний раз когда купался? Когда была лошадь, катание на лошади. Сегодня купался? Сегодня купался? Да. Сегодня же дождь. Сейчас вот посыпаем клубника. А я туда жря купался. Собираем клубнику по полям ходим. Ну, сейчас еще рано. Отдельный день, когда идем проверенные березы лазить по деревьям. Конечно, опасно. Но это ребенок. Его под зеленым сокном не удержишь. Ну, проинструктируешь. Ты скучишь к маме? Соскучился про детей? Нет. Честно. Немножко-то есть хочу. Меня по маме совсем не скучают. Не скучают? Нет. А по папе? Да. Ты редко общаешься с мамой, да? Она звонит? Нет, ну, когда дома живешь с папой, с мамой редко общаешься? Ну, у нас по-разному бывает. Бывает, она год не звонит, а потом начинает каждый день звонить. А ты сам так не тянешься? Ты сам хочешь не общаться каждый день? Нет. Нет? То есть тебе с папой достаточно общаться? Да. Бабушка звонила. Это, наверное, мамина мама, да? Да. А книжки тут читаешь? Да, здесь есть книжки. Какие? Тут про биологию больше. Так, Никита, приготовься. Сейчас напишут, когда все сфотографировать. И прочитайте. Это я еще не разберу. Встань. И ты бы заряжу этот фотоаппарат. Потихо хочешь. Потом подождать надо будет. Посиди. Сиди. Вы угол не пойдете туда? Нет. Так, а про гигиену как часто моешься? Ну, вот так, сумки можно принесет. Да, у нас один раз в неделю баня. Мы зубы чистим здесь. Ну, мы с собой привозим. У нас, пока мы в бане моемся, идет стирка наша, которая испачкалась сильно, которую мы сами можем постирать. Там стиральная машинка с порошком. А ты в лагере уже какой раз? Первый? Сейчас я тебя расставлю. Нет, я второй год. Второй год уже? Первый год, да? Угу. А медсестры, врачи-то кому-то обращался, что-то болело? Все, ну, давай. Чего-нибудь, какие-то. Проходи там, где тебя указано. Ну, а, не знаю, Тихмич, вот он, он директор, у него свои способы лечения есть, ему таблетки не нужны. А у вас вообще врачи-медсестры, врачи-медсестры есть? Врачи, она приедет чуть попозже. Врач. Приезжает, да? Врач, кажется, больницы, она уже сейчас пошла на пенсию, Фатеева Любовь Николаевна. Она терапевт. И дочка у нее вот с красным дипломом тоже закончила, тоже приезжает. Это первая группа. Медсестры есть, которые тут работали. У нас больных-то нету. А если что не так, в Мамонтово или в город. То есть вы в Мамонтово все равно за помощью медицинской обращаетесь, если, допустим, ваш врач не справится здесь? Как говорите? Если ваш врач, допустим, здесь не справится, в Мамонтово обращаетесь. Нет, в Мамонтово мы не поедем. Если врач не справился, это значит серьезно. У нас член общины, врач краевой больницы, очень известный. И сразу уже там определяют, едут. Еще нам удобнее в город сезти, чем в Мамонтово. То есть железная дорога. Было у нас такое, что-то я не знаю, пришла девочка, она даже не здесь, не потеряется. И пошла, и упала, и руку повредила. Ну, это ребенок. Скажите, а какой-то вот договор-то вы заключали с отцом? Как он вас вообще нашел? Как ваш лагерь нашел? Вот в этом году какой-то... Все находят меня через интернет. Так. Вот сейчас у меня день рождения был. У меня поступило контакт более тысячи поздравлений. Значит, знают. Посещаемость просмотров 2 миллиона 800 тысяч. Как не знать-то? Со всего мира. Ну, то есть, а сам вот, допустим, отец вот решил Тимофея провести. Он с вами какой-то договор заключал в письме? Нет, какой письме, он, видимо, ни с кем не... А как он, как вы с ним связались? Как вообще? Ну, он, я верующий, у меня сын. Я начинаю спрашивать. И вдруг я узнаю, что он курит табак. Я говорю, это у нас не подходит. Ну, я без табака приеду. У нас не оговорено, что без табака приедет и нельзя. Этого нет. Приехал один из черной сотни даже, вот прослышал. Ну, табака здесь нету. Нигде он не накурится. А остальное так. Теперь мы будем молиться, чтобы ты бросил курить. А Тимоша, когда мы разговариваем по скайпу-то, и он там рядом показывает, какие в школе он, ну, что там, альбом сделал или как. Вот Михаила у нас. То есть он, получается, ваш отец, о господи, отец Тимофея вам позвонил и как бы договорился, что ли? Кажется, по скайпу разговор был. Теперь уже, это прошлогоднее было. А какие-то денежные средства? Приезжает, рассчитывается. А сумма какая? Полная стоимость за месяц, нынче, назначена 6500. 6500. И вот мы завезли сразу ребятишек. 80% совершенно бесплатно. То есть он просто, он вам деньги отдал? Не отдал. Не отдал? Не отдал, нет. Не рубля. А почему? Не знаю. В конце что ли? Я и не спрашиваю, да и неудобно мне. А мы прокормим. У меня есть продукты. У меня все есть. По сертификату лучшие продукты. Наверное, в конце. Свежие. Вы приедете, рассчитайте. Я так понял, как сила разговора. Ну то есть даже, если какие-то расчеты есть, вы это никак не документируете? Никак. А зачем? Он вам деньги отдает? И срок в руки все. Он деньги отдаст приедете? Не расписку, ничего, никаких. Если он останется на второй срок, значит, путевка у него, у нас путевка с печатью, что брать с собой и все. Проверяем только, что нет у него глистов и кожных заболеваний. Вот два. То есть они справки с собой привозят? Да. Справки. Ну, это санэпидемстанция называется. Приезжают. У нас, которые работали, вот раньше было, там пять человек. Вот много ребятишек, пять кухонных работников только. Воспитатели. У всех медицинские книжки. Ну, все по органам. Они напали на нас. Прочитайте или сами прочитайте. Так, сфотографируй и прочитай. Прочитаю. Так, ну, теперь от вас. Давайте. Так, с Тимошей все, да? Да. Вы не нужен? Ну, в общем-то, нет. Посидите, может, какой-то вопрос возникнет. Ну, подождите. Так. Мама-то, знаете, мне трудно даже поверить, что она мне желает какое-то зло. Просто с мужем неладное. И такие слова пишут, что встают рано. Действительно так. Она ролики-то смотрит. Я не усматриваю злой умысел в ее словах. Ей хочется изменить обстановку, но это ничего не даст. Она должна это решать в судебных органах, там, опеки и другое. А здесь что? Он побудет и уедет. А мне она ничего не сделает. У меня нарушение, как их дети здоровые. Никто не погиб. Давайте. Нам еще ваши подписи, Тимофея. Он прочитает, сейчас скажет, что все нормально, я подпишу. Что, вслух прочитать-то? Если почерк неразборчивый, я могу вслух прочитать. Хороший почерк у вас. Хороший? Я считал, что почерк хороший. Первый раз это слышу. Ты не можешь прочитать? Вам вслух прочитать? Ну, немножко прочитаю, я послушаю. Так, прокурору вам это слово. А где у вас Сухов-то? На пенсии. На пенсии. Он на пенсии очень давно уже. Он сам приезжал сюда и мне продукты носил, сам засыпал по указаниям краевого прокурора. Отпустили как-то деньги. То есть у меня прекрасные отношения всегда были здесь. Сам приезжал прокурор и сам мешки таскал. Он давно уже на пенсии. А? Жабина, Елена. Вышла тоже на пенсию. На пенсию, да? Ее посылали как-то разбирать. Она меня спросила в конце, когда допрос прошел. А вы сына моего возьмете в лагерь? Взяли? Да. Он был у вас в лагере? А? Он был у вас в лагере? Нет, не был. Не был. Но она спросила, уже приезжала поздновато. Я говорю, что кожа закрывается. Она нам очень понравилась. Я не знаю, почему-то она нас нас ссылает в людей, которые зла нам не желают. Она была здесь не один раз. При этом Рихард был такой, Юрий Николаевич. Жалобщик, милиционер был. Такая пачка документов на нас. Я говорю, а что же дело не принимаете? Бред один несет. Кого-то мы ограбили, что-то сняли. Ну, больной человек. Все решился. Корешок хрена на три литра спирта разводить надо. Бегал по деревне и кричал, Игнатий меня убить хочет. Они говорят, да он же Барнауле. Я его видел здесь. Тряхнулся умом. Интересно, он подполковник Ленинского района. У меня большие связи. Я много зла могу сделать. А в связи действительно генерал-лейтенант Чарнов по ВДК Раева знакомый был. Сотников, полковник. И как-то я к вам сказал. Ищут ли через месяц. Убрали квартирами. Прочитал? Да, слово-слово, как вы тут говорили. Ну, я и рад. Так, где здесь расписаться? Нет. Вот на обратной стороне. Подпись ваша. Ну, инициалы. Ну, и Тимофея. Тимофей как-то... Тимоша, я думаю... Фамилию, имя напиши. Он к фамилию? И имя. Сейчас заснимешь. С фотография, надо посмотреть. Лучше всех расписывается. У меня Баварин был близкий друг. Приезжал всегда. Чудный мэр. На десятку лучших мэров России входил. А расписывался вот так вот только. Ни одной буквы не было. Вот как глупо погибли. Вот этого Евдокимова. Какой он, артиста-друга. Я один раз только обратился. Утром уже КамАЗы пришли, привезли. Холодец сделали, щебенка играет. Для меня Евдокимов остался. Ну просто... А теперь, а какой он специалист-то другой. Не знаю. Я обращаюсь, везде все помогают. КамАЗы прислать. Обратился... Так. Ты записал? Так, кто-то еще должен расписать? Нет. Вот, ищи слов, посмотри. Так, давай, заснимай. Так, вот это тоже сними. Мне это интересно. Ну, мы жалобы... Нельзя ей выкладывать. Это персональные данные. Жалобы... Нельзя, да? Нельзя, да? Нельзя, да? За сними это. Нам сругать будут за это. На видео. Объяснение? Нельзя, нельзя. Нам, ну-ка, все это так услышали. Я, тем более, засчитал это все. Так, тут не надо разговаривать, сейчас не мешать. Потом на улице. Так, время-то сколько? Кормить надо уже ребятишек. С нами не отужинаете? Нет, спасибо. Мы не меняем меню. Вы увидите, как мы питаемся. Пол восьмого уже. А то уже 30 минут, как поесть, должно быть. Но вы извините, что мы ваш график нарушаем. Мы буквально еще минут 15, и все у вас... Нет, не сколько. Ну, мы привычны. Тем более, вы при должности. Пока вас нашли... Ваш начальник милиции было время. Создавал милиционеров. Я перед ними выступал с религиозными проповедями у вас, Мамутова. Сейчас я его по фамилии-то же забыл. Какая-то как будто бы украинская фамилия. А скажите, а вот фамилия ваша... Моя Лапкина, Игнатий Тихонович. Настоящая? А? Настоящая? То есть вы по паспорту так же? По паспорту. Да? Да. А вы думаете, что это... Это для молока берем. Всевдоним? Ну, не знаю. Оперативный. Просто... То есть, на самом деле... Нет, у нас это не положено. Я родился, и в тот день меня крестили Игнатий, отец Тихон. Старший брат Самуил, брат Яаким. У нас имена интересные. Я еще в отъезде. Извините, пожалуйста. Да, ничего страшного. Так. Подожди-ка. Журнал оставлял. Ну, ручка. Вот, можно. Разрешите вам подарить по журналу. Это не нами издается, но очень близко нам. Спасибо. Патриарший журнал, Бердский издает, очень хороший. Бердский. Вы можете кое-что для себя найти здесь. Отношения с мусульманами какое. Ну, вот, проехали с миссией 6 мусульманских республик. Турусты пришли. Ну, это кому отдать решили. Я тут перепутал, кому-то. Дорогие. Я однажды услышал, один выступал, какой-то писатель, и говорит, мои книги вообще не шли, никто не брали. И я понял, нужно писать так, как никто не пишет. Вот у меня 38 тому, 859 страниц книги, вышли только в книжной версии. Не считая, что еще 7 книг, которые не изданы, это все на сайте найдете. Ну, думаю, что таких книг просто мировой практики не было. Это опыт священного писания, житийный, каноны церкви. Ну, все взято. И современная политика, экономика, социология, вы там найдете. Я отвечаю на 4124 вопросов. Я в 5 университетах вел занятия, 3 радиопрограммы, много лет вел в технику, в десятках школах, милиции, прокуратуре. То есть трудно найти место на заводах, фабриках. Я плохо слышу, и в письменном виде эти записки были. И там ответы на это. Там 50 книг только моим голосом насчитаны. Архипелаг, ГУЛАГ, Библия, Златоуст на сайте. Можете скачать, дорога ехать, слушать. А это первая книга стихов у меня вышла. Ну, это маленькая первая была. Сейчас 4 книги у меня подготовлены по стихам. По 800 страниц. 4 тома. Про обиду, например. Примерно 80 стихотворений на музыку положено, поются. Что пишут про обиду? Вы это все найдете. Это все на сайте. Все книги выставлены. И музыкальные исполняются как. Вот работники МВД. И вы там найдете отдельная тема МВД. Милиция. Я после техникума строительного был направлен в органы МВД работать. Трогорежимный лагерь. Иркутска. Мне эта система очень хорошо известна. На нас, когда нападение было от разных органов. В 89-м. Нет, не в 89-м. Какой же это был? Это уже 90-й был. 91-й, наверное. 15 комиссий было. И выступила за нас газета Путина. Российская газета. В скоровой администрации сразу, кажется, три машины пришло. Проверили. Ничего нет. Во главе Шойхи был Якоб Норманович. Ничего нет. Все обман. Дети спят на вещевых мешках. Суд был. А я спрашиваю, а ты был там? У вас Смирнов был такой. По санэпидемстанции. Не было. Как вы можете утверждать? У вас сколько подушек? Я говорю, 120. А сколько было? 79. А что бы ради я на вещмешках-то держал-то? Они не знали, что спят в курятниках. А врач, не врач, а судья говорит. Вот тут регистрация, краевой отдел юстиции. Вы думаете, что вы думаете? Да, у нас нет мрамора. Но у нас нет и больных. Ни утопленников. Вот вспомнил прокурора. Сухов у вас был. А милиционеры не знают. Кто он? Ну, кто у нас там? Кто Чибитька? Вот он самый. Да. У нас были очень хорошие отношения. А Вальков, Крыловый, он приезжал здесь был. Его же сняли-то из-за погиб, когда этот Евдокимов. Путин приезжал сюда. Варнаулов. Чибитько, да. Приглашал меня проводить беседы с милицией. Я не знаю где, но мне сказали, говорит, после ваших бесед. Моя, говорит, милиция-то себя тише стала вести. Похвала какая. Там зарядная где-то вот лежит сверху. Как видел камень. Дай его, пожалуйста. Торезается. Оценим. я перерывалась нет нет у меня вообще образование кроме строительной техники учился в мореходном училище у меня никакого духовного образования нет нет я везде это афиширую что у меня нет образования когда надо мной суд воспитатель спрашивают какое образование у Виктора Николаевича потерявский учитель как высшее образование Барнольский педагогический университет я про себя говорю откуда вы это знаете знаю и повторяю что сорок пятый год это не два дела Володя давай собирай покормить надо детей уже целый час поздно после еды нужно не меньше двух часов не ложится рекомендация витебского профессора значит кишечник работает в другом направлении много не надо знать масло растительное не поддается термической обработке поэтому никогда не жарь жаришь рак желудка и кишечника маящит никогда а вот когда все приготовила сняла с плиты тогда растительным маслом помашь то налей покажется такой пустяк а он очень важен давай собирай сейчас эти придут поздновато будет вот ты тоже учитель и рукомойники да у вас есть? так подождите проходи осторожно так повторите рукомойники есть у вас? 10 рожков 10 рожков отдельно вот он стоит но детей мало мы рожки лишние убрали потому что течет вода вода заказчика из нашего пруда чистейшая вода мангутский сест убрали у нас выше межрайонных и в колодце и молочные выше среднерайонных то есть а тут вообще ниоткуда никакой заразы нет ни предприятия ничего вот посмотрите можете видеть это на ужин созывает можете выйти а у вас немного да? сейчас нет говорить о том что вы не отрешу Half the百 создал меня Господи помилуй меня причем това согрешил Господи прости меня грешно и помилуй меня если идти дары посылаем мои Тобое слово истины и молитвы Аллилуйя Аминь проходите покажите платочки вот вот платочек переоделся нету да? ну ладно у нас так получилось садите вот он Какой у Вики Панчо одетая, как у мексиканцев. Придется сайт Бехи, Котиконский, моя дедушка. Ну и такой кадр, помнись, если я. Слушай, мы посмотрим. Вот они в патроне. Ни одного слова нельзя говорить. Полная тишина. Приехал полковник летового училища. Он мне иногда говорит, что в летовой училище такой дисциплины нет. У нас обязаны чашку залезать, дежурному показать, тот махнул рукой, тот опустил, все. За все это ни одной ложки не пропадают. А они учатся ценить хлеб, все, что Бог дает. По диванам не скачут. Тут элитные есть лагеря, из них будут воспитатели здесь. Они посмотрели, у вас, говорят, вообще, у нас еще это. Там и приезжали губернаторы немецкие какие-то, компании снабжают. Дети грязными ногами по диванам везде. У нас совершенно недопустимо. Он должен ценить чужой труд. Если бы вчера приехали, у нас еще тут до самого заросшего было, веток не видно было. Я как знал, сначала отпиливать. Дети тоже увезли, дальше на тележку увезли, где у нас костер. Все, мы все сами делаем. Так, Никита, с этим, что падает, это, чтобы не было больше. В один пакет, чтобы вложили. Все полетело на пол. Давайте читайте, да, и все, наверное. Посмотри, что-то. Заснимай. Хорошо. У нас две русские печи. Печи, и сами печем хлеб. Я там 45 пищей. Я вам дал, детки, вы там все найдете. Все ролики, видео, прошлогодние. 5600 роликов. Это вообще... А просмотры какие, смотрите? А? Просмотр, количество просмотров. Смотрите? Да, 2 миллиона 800 тысяч. То есть недавно нас перейдили в СМИ, система. Подписчиков там 3 тысячи с половиной, что ли. Если бы было неинтересно, люди бы не шли. Это ответ на все. Я не теоретик, практик. Я готова. Вот земля заброшена. 21 тысяча сел погубленных. Конкретно здесь. Расписать все надо? Да. Так же, хорошо помимо. Так же здесь, да? Тут или тут? Да, здесь. Ты прочитал, посмотрел? Угу, посмотрел. Видите, какой за руку водить надо. Тимошу не надо? Да нет, давайте его сфотографируем напоследок, чтобы он живой. А фотографируйте, где хотите фотографируйте. Все, за столом. Это может пообедать? Нет, нет, спасибо. Вы скажете, сами ели. Спасибо вам, спасибо. До свидания. Спасибо, Христос. Дух очень горячее. Можно посмотреть. А можно спальню? Спальню? Подожди. Кого попали? Какую спальню? Ну, у нас... Ну, вот, Тимофей, где он спит. Тимофей-то, да? И пришли, как лягушата мокрые. Переодели сам все у нее, сбалгачивали. Пройди туда. Да, это дети. Вот он сам с края спит, вот, на стенке. И на сколько человек, вот, кубрик такой? Восемь. Восемь. Четверо нахуй, сейчас на нет. Пять специально, столько сольцов, например. В смысле, кто-то ночью ночует, кто-то взрослый, да? Да, лично я, да. А с девочками женщина? Ну, понятно. Вот они будут ночью уже на горшок поднимать и так далее. Вот они тут развлекаются. Келья называется. Мойчик сказал, что здесь теннисный стол есть. Говорил, что да, братанец там, сейчас мы спортивные. Мы уже здесь фотографируем. Ага. Понял. Крут еще где-то должен быть. Что? Акрут далеко есть? Крут он там вступает. В трех минутах скорого шага. Вот там, где береза, он стоит старая. Вот занятия. Акрут-то глубокий или нет? Ну, сколько, больше двух метров глубине. Ну, они, ну, у нас, 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 у нас для малышей огорожено, и ползелом деревянным. То есть взрослый всегда там находится. То есть, весь малыш четко за этим следим. Вот бум, от которого, говорили, выходить этот армавист вырабатывал. Тут футбол, только я ворота не сделал еще, почти. Быки, когда пастутся, подходят быки, давай бодать ворота и ломает их. Это вот самое называемое тарзанку. Ему очень нравится. Он становится сюда, садится на них, вот, ноги на них свешивают и прям так катается. Можете попробовать, вам не надо, наверное. Вот так прямо они садятся и фууу. Вот так скажите, а футбол, во сколько отбой? Здесь они решают сами, или в 9, или по 10, то есть по желанию. Большинство, знаешь. А телевизора еще здесь нету, да? Книжки только, спортивные? Книжки, про телевизор, то, когда они это решают, посмотрят. А как, вот, иначе. А, ну, у нас видеотеки. Большой экран, мы подключаем их. А, все фигистры, да? Да, диски, компьютер, подключаем. Наш интернет, если честно, каждый покажет. Спасибо. Спасибо. Ну что, саловую мы фотографировали. Продукты тоже. Здесь пятка смахала. Видите, что он не здесь. А здесь, это вот, там, не знаю, с мальчиками, там сестры приезжают. То есть отдельно у вас нету, хоть бы... Почему есть? Вот, например, приезжают гости, они могут в этой кель ночевать. Вот хорошая келья. Хорошая келья, да. Вот здесь обычно ночуют, если приезжают, там... Один год приезжала женщина с Красноярского края. Она здесь начала два с половиной года была, Яша. Вот, у них трое этих, сколько, четверо детей. Вот один здесь достойно, а здесь ничего... Это пекарня, тут хлеб пекут. Давайте вам хлеб могу показать. Вот печка, вот форма теста туда закладывается, уже готовая. Ой, вкусно пахнет. Может, дадим им хлеб один? Да, не надо, ладно. Нам ничего нельзя брать. Ругает за это. Спасибо. Давайте хлеб подыгрышком. Все, спасибо. С него сухари вкусные очень, если остаются. А не скажите, вот родители, допустим, приезжают всякие там, чьи все им прикаскивают, это можно или запрещено? Ну, в основном, нет. Понимаете, значит, за то, что они такие продукты, это ведь, что-то... Отравится? Да, отравится, да. В основном, у нас все чисто. У печенья прям к этому нужно. Угу. Угу. Здесь у нас сюда же запрещено, там вот девочку, кстати, там запрещено мальчиком, да? Угу. 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 Ах, несём? Угу. 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 Посетители сюда пришли, мы брали. Ну, все нормально. Юбку верните нам только. Конечно. У меня звук юбок. Мы внутри таких лагеря. Мы рады. Мы можем так сказать, что отелисты нам до 45 лет не было никогда. Отношения все хорошие. А мы ничего не таим. Это не игрушки 45 лет. 45-й год. Дети берем сколько. Тут есть детсады. Я практик, не теоретик. Дети брошены. Я занимаюсь. Много преступников. Я 17 лет работаю в Тюрьме. Бесплатно. Не образован людей только в одном университете. Я в пяти преподавал. 17 лет бесплатно. У людей ничего нет. Конкретно, как называют проблемы. Я не люблю это слово. 21 тысяча сел разрушено. Ну да, разрушено. Есть Нина Данилова. Это от КПРФ. В Барнольдском законодательном собрании. Она говорит. Это не просто село ушло. Это территория государства теряется. Мы конкретно показываем. Начинайте работать. Берите землю. Русский человек все мог делать. Чего ради мы вдруг решили? За какие-то корочки Олеси позорные эти. Земля все ради. Русский человек слишком талантлив был. Чтобы задаром отдать его на лутку врагам. У нас это патриотизм высшая форма. Но основа на Христе. Я делал это для Бога, для Христа. Значит, зачем бы я это делал? Мне тут зачем? Сейчас вот приехали. У меня пенсия 6500 рублей. Бомжа, бомжа. Мне нигде давали работать. Нигде. Я только должен был работать в неведомственной охране. Прижнодорожном отделе. Все, больше нет места мне. А какая там такая пенсия? А что работал на корабле? Да как-то другие страны теперь не найдешь. Я живу, у меня все есть. Что есть-то, когда такие маленькие деньги? В прошлом году три пруда восстановил. Господь позволил. Дорога. Больше полмиллиона грохал. Люди находятся. С разных стран буквально спрашивают. Вам чем надо помочь? Люди знают, что мы делаем не игровое. Конкретно людей можем показать. Сколько священниками стады. Военные приезжают. Вот ты приехал с Мурманска. Тут жил. Он просто служит в армии. Я рассказываю, где в президентском полку. Племянник у меня 2-й там Дзержинской дивизии. У нас люди очень хорошие. Но новое поколение подрастает уже не такое. Вот приехал он. Родную сестренку сидят там двойняшки. Он ее ударил. Я не могу это оставить без наказания. Мать расписалась, что наказывай его. Я ему 10 раз уже простил. Он подвижный парень. Патя Моша он вареный все время. Его надо за руку тащить. На тележку залезть и он идет сзади. Девчонки все толкают. Он идет совершенно сторонний. Сел на тележку. Вокруг природы. Дети смотрят. Он голову отнул и уже полен сидит. Он никакой. А он чем-то расстроен? А? Не такой. Он расстроен. Он умный пацан. Он знает. Между собой бьются и каждый ему больше шоколадку дает. Папа с мамой да и бабушка. Он очень умный ребенок. Он свою позицию избрал. Но нам нужно по-другому его поставить. Это все кончится. Тимоша. И ты маму люби. Не смотри, что папа там не лазится где-то. Хорошие слова говори. Ни на какую сторону не становись. Мама тебе жизнь дала. И папа о тебе заботится. Наше дело мир сеять. О какой ребенок вы говорили. Мы не знали, что вы приедете. Не подготавливали. Смотрите. Рамславный лагерь Сан. Посторонний ход вас пришел. Внимание идет. Видео запись. Все. А можно визиточку? Начальник просил. Пожалуйста. Я вам дам, а вы своим дадите. Не одну даже дам. Вот мы только в охрестных селах прошли. Раздали больше 30 тысяч евангелий. Мы прошли 6 мусульменских республик. Турцию. От Владивостока на свои газели проехали. От порта Находки до Лиссабона. Все страны Европы. Скандинавию и Прибалтику. И везде я дарил свои книжи. У меня 38 томов вышло. Вот. Вашим друзьям. Почему? Это огромный, огромный сайт. Просто не выскажешь какой. Вы видели в библиотеке Путина, мои книги стоят. Эти книги, если попадают в заключенном, люди совершенно другими делаются. Они знают, я сам в каторже. Я только в 87-м освободился. За слово Божие. Меня 26 лет только психиатрия давила. А теперь злоупотребление советской психиатрии. Веру. За Веру не одобряли. А теперь ничего нигде нет. Все руку жмут. А какая? 78-й год. Чего спрашивать? И ни на кого не обижаемся. Я только вернулся из КГБ. Поддерживаем связи. И звонят. И приезжают. Мы ничто не можем посидеть кроме любви. Выше этого ничего нет. А это все. Вы бы никогда это не знали. Не получили этой визитки. Вы приехали. Мы от вас не скрыли ничего. Вы видите. Пришли они. Мокрые. Такой дожжи на их захватили. Ничего. Это не на дне Ладожского озера лежать. Это дети. 45-й год. Запомните. Ни одного повреждения. Ни одного отравления. Вот лучший результат. До свидания. Спасибо вам. С Богом. С Богом. Как вы приехали. Это не такое непогода вас. Не удержалась. В прошлом году, когда у нас вор попал. Через стадию там сразу. Знаете, да? Нету есть. Да я расслаблюсь. И как Господь благословит. Ваша работа ответственная. И можно много где любовь показать. Вот она, где мы обедаем. Когда нет. Вот. Пожалуйста. Мы это все убрали. Крапивы нет. Вот. Говорит, где. Почему? Комаров нету. Оно возвышенное место. Мы сидим полулежа, как у евреев. Палатки расстелены. Свежей травой заслано все. Ну и подают. А здесь поварава здесь. А там что дают? Четвертое, пятое блюдо. Мы во сне не видали этого. Нам помогают. Ладно. Ладно. Я вам говорю, он даже сухо сносил сам мешки. Это вообще диво. Спасибо. 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 Много. Да. Здесь вообще там сильно разнесло. Не проедем мы. Есть ли? Это то что такое прошел. Там может еще больше. Лучше сюда, да? Это шалаш на 30 человек сделан отдыхать, шалаш. Слава Христу!